Так, в мессенджере, неизвестной якобы от имени сотрудников правоохранительных органов, связались с жителем Велеки и сообщили, что кто-то пытается на его имя оформить кредит, после чего предложили поучаствовать в спецоперации по поимке преступников. Для этого склонили его оформить кредиты в банках Велеки и Молодечном на общую сумму около 10 тысяч рублей, а после перечислить средства через инфокиоск на указанный счет для досрочного погашения. Потерпевшего все время контролировали по телефону. Позвонили, не было мошенниц, у вас не снимали грош, скажем, что нужно уезжать в кредит. Кроме того, мошенники, которым одинокий мужчина полностью доверился, на хищение денег не остановились. Они убедили его совершить ряд противоправных действий в отношении граждан и их имущества, пообещав за это новый автомобиль. Вашу машину забираем, закупляем, приняем новую машину. Я не знаю, зачем мы говорим, взять какой-то или камень, что сразу дарить. Несколькими месяцами ранее похожая история произошла с жительницей Гродно. Она также доверилась мошенникам, которые выманили у нее крупную сумму денег. Кроме того, она вступила с ними в переписку, раскрыв личную информацию. По инструкциям звонивших, женщина, желая прекратить спекуляцию на ее данных, совершила несколько радикальных поступков, затрагивающих интересы других людей. К сожалению, такие случаи не единичны. МВД в очередной раз обращает внимание граждан, правоохранители и банковские работники не звонят посредством интернет-связи, не привлекают граждан для выполнения своей работы и не просят назвать личные сведения по телефону. Запомните, если вам поступил подобный звонок от незнакомых людей, не отвечайте, а если все же стали участником разговора, прекратите общение, заблокируйте данный номер и обратитесь в органы внутренних дел. Также важно осознавать, что какими бы мотивами не руководствовался человек при совершении преступления, за свои действия придется отвечать в соответствии с законодательством.